С каждым годом количество участников подобных турниров растет. Данный вид спорта стремительно набирает популярность. На открытый чемпионат приехали показать свои силы и побороться за звание лучшего из лучших уроженца Могилева, Витебска, Гомеля, Гродно и столицы страны – города Минска. В соревнованиях приняли участие сильнейшие представители силового троеборья Республики Беларусь. Можно сказать, что это уже немножечко так как бы и бренд, потому что 15-й юбилейный чемпионат, мы считаем его юбилейным, потому что это все-таки спорт. Ну и как всегда традиционно у нас число участников только растет. Присутствуют Могилев, Витебск, Минск, Гродно, Гомель. Ну то есть практически со всей Белоруссии у нас спортсмены на наших открытых чемпионатах Брестской области постоянно, всегда. Турнир проходил два дня. Спортсмены показали свои силы как в экипировочном, так и в классическом дивизионах. Нешуточная борьба за первое место развернулась в классическом жиме и среди мужчин, и среди представителей слабого пола. При оценке сравнивались показатели спортсменов одной весовой категории. В этот спорт меня привел брат и познакомил с тренером, который сейчас является четырехкратным чемпионом мира, Александром Ивановичем Кринкевичем Судником. Он меня заметил, и мы начали тренироваться. Тренируюсь я через день, и, конечно же, тренировки сложные, всегда надо соблюдать диету, режим. Но я стараюсь, и главное, конечно же, верить в себя, и тогда у тебя все получится. Тройборцы состязались по трем упражнениям, на каждой из которых отводилось три попытки. Оценка формировалась по суммарному максимально взятому весу во всех трех упражнениях. Судьи контролировали правильность установки веса на штанге, точность выполнения упражнения, как и в любом соревновании. Кому-то вес покорялся легко и сразу, кому-то сложнее. Это очень зрелищный вид спорта. И если, скажем, в той же тяжелой атлетике, если спортсмен, скажем так, очень силен в одном движении, как правило, он показывает хорошие результаты и в другом. То есть здесь эти три упражнения никак не связаны между собой, и сохраняется интрига все-таки до последнего подхода. То есть непонятно, кто выиграет. Для зрителей это дополнительный бонус все-таки. Областные соревнования – это хорошая стартовая площадка для спортсменов, стремящихся к покорению и более значимых вершин. В следующем году в столице страны впервые будет проходить чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу.